Значит, порочащую честь информации будут удалять из сети без суда. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документы опубликовал официаль правовой информации. В новом законе говорится, что теперь порочащую честь информации и фейки будут удалять из сети по заявлению прокуратуры. Мне вот интересно, под порочащую честь информации они имеют в виду конкретный пиздёж или правду, которая сплыла нежданчиком, и её нужно быстро убрать с глаз. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Как будто ничего и не было. Значит, помните эти прикорюшки из Люди в чёрном? Значит, рассматривать его будут в течение 15 дней. Также нужно будет приложить документы, подтверждающие недостоверность информации. Изучать каждый случай будут прокуроры. Удалять фейки будет Роскомнадзор по требованию надзорного ведомства. Получается, на бедных прокуроров, у которых и без фейков сети работы просто пруд-пруди, так им ещё и будут подсыпать порочащие чести данное 100 и 100 видосики, а им, бедолагам, это всё, значит, разгребай. Чё, им теперь целыми днями ютубчик нужно будет смотреть? Вот бы так быстро и с жалобами людей разбирались. Пожаловались на вонища? Незаконные выбросы завода, например. Разобрались за 15 дней. Пожаловались на чиновников-курупционеров? Разобрались за 15 дней. Пожаловались на плохую экологию? Разобрались за 15 дней с нерадимыми предпринимателями и организациями, которые, значит, местную среду-то загрязняют. Пожаловались на загрязнение нашей речки Купеленко? Разобрались за 15 дней. Что это такое, если честно, непонятно. Но что-то очень грязное и плохо пахнущее. А вот как у нас в Видном, например, обстоят дела. Уже 4 раза по 15 прошло, а всё воняет. Уже сотни писем написаны, а всё воняет. Уже сотни жалоб зафиксированы, а всё воняет. Нам бы тоже такой закон, который сможет нам за 15 дней помочь. Если такой уже есть, пишите в комментариях, как он называется. Если же нам, жителям города Видное, просто показалось, что по ночам стоит жуткое вонище с ветким запахом, и без разницы уже кто его испускает. Замот, нерадивые жгущие, по ночам мусор, лютая печка, коптилка, кто-то ещё, бомжи, которые жгут что-нибудь, алкаши и так далее. Но эти кажущиеся нам чудо-запахи вызывают рвоту и тошноту, и ядовитый тошнотворный запах не являются нарушением. И это всё нам просто кажется. Если мне лично просто показалось, что в речку Куперенко слили что-то похожее на фекалии, и она медленно принимает вид сточной канавы, то Роскомнадзор удалит это видео через 15 дней, так как это порочащая чистая информация. А если без смеха, то совместными усилиями активистов, жителей нашего прекрасного города, просто людям, которым не всё равно, мы сможем добиться в рамках правового поля не только чистого воздуха для своего города, но и лучшей экологической обстановки в целом, чтобы наши дети росли здоровыми в чистой экологической среде, в чистой и экологической среде. Мы будем за это бороться. Друзья, всем привет! Перед началом этого выпуска я бы хотел попросить о помощи, но о помощи не мне, я очень редко вас о чём-то прошу, и поэтому хочу, чтобы вы проявили капельку сострадания. Помощи не мне, а помощи нашим соседям. Я проживаю в Московской области, Ленинский район, город Видное, и здесь из деревни Сопронова, там рядом, и недавно в этой деревне сгорели два дома. Сгорели полностью дотла, у людей сгорели все вещи, автомобиль и все документы и так далее. Я бы хотел попросить вас о помощи, реквизиты этих семей, я укажу здесь на видео, перевести, кто сколько может, кому сколько не жалко, как говорится, с миру по нитке, и мы сможем помочь людям в этом горе, и не дай бог никому того, с чем они сейчас столкнулись. Поэтому давайте вместе соберёмся и внесём капельку добра в этот мир. Всем огромное спасибо! Господа, всем привет! Вы на канале Свежак, с вами, как всегда, Чернокнижный, с интересным обзором последних новостей России, мира и не только. Не забудь подписаться, поставить лайк, треснуть в колокол. Самые горячие новости еще впереди. Власти снизят количество плохих новостей о статистике перед выбором в Госдуму. Об этом пишет проект со ссылкой на источник. Правительство уже подготовило распоряжение, согласно которому данные Росстата больше не будут публиковаться почти ежедневно. Значит, по новой схеме срочные сводки, например, об инфляции, зарплатах, безработице и торговле, начнут выпускать только раз в неделю, в среду, в 19.00. Наиболее чувствительные данные о смертности от коронавируса и других демографических показателей будут обнародованы и вовсе в самое неудобное время, только вечером в пятницу, когда люди, когда людей уже мало интересуют новости. У меня вот вопрос. А у нас разве по телевизору хоть раз показывали плохие новости? Добрый вечер. Все мы ждем новых известий о ходе пленума ЦК КПСС. Летающая машина Аэркар совершила первый межгородской полет. Она превращается из автомобиля в самолет за две минуты. Перед стартом крылья выдвигаются, а спойлер превращается в хвост. Аэркар успешно совершил испытательный полет длительностью аж целых 35 минут между Словацким аэропортом в Нитре и Братиславе. Машина приехала в город взлетно-посадочной полосы. За рулем находился создатель Стефан Кляйн. Об этом сообщает BBC. Аэркар превращается из автомобиля в самолет за две минуты 15 секунд. После чего может взлететь с небольшой взлетно-посадочной полосы с двумя людьми на борту. По словам профессора Кляйна, Аэркар способен пролететь почти, вздумайтесь, тысячу километров, 600 миль, со средней скоростью 170 км в час, на высоте до 2500 км. Представитель Клейн-Вижн сообщили, что на разработку и создание летающих авто ушло около двух лет и меньше двух миллионов евро. Компания собирается занять хотя бы часть мирового рынка малых частных самолетов и воздушных такси. Только в США ежегодно могут заказать до 40 тысяч таких аппаратов. Конечно, с нашими летающими маршрутками она не сравнится, но концепция хорошая. Не забудь поставить лайк, треснуть в колокол, подписаться, чтобы не пропускать новые выпуски. До новых встреч!